Это был замечательный день, 3 мая уходящего года, тепло, солнышко, мы стояли здесь с курилки у телеканала Дождь, обсуждали всякие новости, ну какие новости? Будет ли парад 9 мая? Собянин-фашист ввел цифровые пропуска, теперь каждый таксист может их потребовать, уже был коронавирус. Ну и что они такое там придумали с этими поправками в Конституцию? В общем, ржали, и вдруг среди этого разговора я ощутил, как будто меня обварили кипятком, взварили заживо. Я подумал, похмелье, не похмелье, странно, как-то в середине дня. После эфира бросился домой, это было воскресенье, в понедельник утром поехал по блату на КТ и понял, что теперь я в клубе. И две недели я провел в этом липком аду. И когда ко мне утром пришел клерк из Роспотребнадзора с раскладным принтером напечатать какие-то бумаги о самоизоляции, я мог подписать все, что угодно, потому что с температурой 40 я мог подписать себе даже смертный приговор. 4 февраля мы прикалываемся над китайскими летучими мышами и паникерами. Стоит ли бояться? И вообще, как относиться сейчас, как взвесить риски, условно говоря? Ну, я шучу, конечно, что я так уж прям боюсь, это скорее повод для шуток. Как уже говорили предыдущие спикеры, пока бояться нечего, если вы не в Китае. Если вы находитесь в любой другой стране, достаточно посмотреть на цифры, количество заболевших, оно буквально счетное. То есть тут два, там семь, в Берлине, в Германии, по-моему, как раз семь человек. На всю Германию семь человек имеют диагноз коронавирус, и они все находятся в условиях карантина. Поэтому особо бояться сейчас, мне кажется, никакого смысла нет. Прошел месяц, 4 марта, продолжаем диссидентствовать. Вы считаете, что нынешние вот эти заголовки, которые я сейчас вижу, это медийный феномен? Да, потому что проблема есть, но ее преподносят так, что вот действительно создается впечатление, что мир на грани катастрофы, что завтра улицы завалят трупами. И отжигаем на фаллическом фестивале в Греции. Что-то не очень счастливым ты выглядишь, народу мало? Да, в прошлом году тут было 2-2,5 тысячи, а в самом Тернавасе 40 тысяч приехали. Это все вирус, страх, из-за которого не приехали. Но традиция есть традиция, мы не смеем нарушать. 15 апреля Собянин вводит так называемые цифровые пропуска для перемещения в Москве. В такси я обязан этот пропуск показать таксисту, только тогда едем. Карточку-труйку нужно привязать к своему аккаунту на госуслугах, то есть фактически к паспортным данным и к банковской карте. Конечно, сразу же позор большому брату, в оборот входит выражение цифровой концлагерь. И только 17 апреля Путин идет в больницу в коммунарке, и мы начинаем понимать, что на самом деле все, наверное, серьезно. Город, наверное, действительно надо закрывать, но все равно выглядит все как какой-то картонный фашизм и абсолютная показуха. И только 19 апреля власти впервые пускают журналистов в красную зону. Антон Красовский показывает, как это страшно и мучительно задыхаться от вирусной пневмонии. Это была, как теперь выясняется, страшная ошибка пропаганды. Нужно было делать все то же самое, только в обратном порядке. Недоверие властям и так тотальное после вранья о поправках в Конституцию уже ничем не победить. И теперь, если улыбающиеся милиционеры на перекрестках будут раздавать апельсины, эти апельсины заведомо будут отравленными, гнилыми или контрабандными. Русская вакцина будет заведомо хуже Пфайзера, русский врач бездушнее английского, а русский мент, ну ему только повод дай побаковать. Да не тыкай мне еще раз, не тыкай, убери ствол, убери ствол, убери ствол. А без тебя же? Уважаемый лейтенант, убери ствол, я говорю. Из эпидемии СПИДа человечество вынесло гуманистический лозунг «Преследуй вирус, а не людей». Сейчас было все абсолютно наоборот. Когда я выходил вот сюда во двор вынести мусор, соседи, особенно соседки вот оттуда из окон, открывали форточки, шипели, «Алабков ходит по улице без маски выносить мусор, он нарушает карантин». Так в эту эпидемию я получил ответ на вечный вопрос, кто написал 4 миллиона доносов. И понял, что гениальные были совершенно психологи, Зимбардо и Милграм, и что побочный эффект коронавируса – это пробуждение в человеке внутреннего мента. Припертых стенки бесправием мы отрывались на масках и перчатках. Масочники сражались с антимасочниками. Не надеть маску – это ведь последний оплот свободы. Такой бунт на коленях. Выходите. Все, давайте, вперед. Выходим. Выходим. Мужчина, выгоняйте ее. Выходим. Выходим, и да, в дискуссии устраиваем. То, что в нормальном мире воспринималось как добровольное ограничение свобод, в мире вранья – еще один способ – нацепить на мордник и заткнуть рот. На работу не вы. Вы не имеете права. Что это такое? Вы что делаете? Вы что делаете? Вы что делаете? Вот мы интроверты и затворники. Нас, тусовщики, всегда называли задротами и другими обидными словами. А теперь сами посидят на карантине. Или когда рестораторы пошли косяком за государственной поддержкой. Жалко их, конечно. Но с другой стороны, хотелось спросить, а где вы были, когда мы вас спрашивали, а почему у вас эспрессо по 400 рублей или салатик из двух ломтиков, авокадо с креветкой по 800? В общем, как учил Ленин, в любой ситуации продолжаю вести классовую борьбу. Весь теплый и ласковый май я провел вот в этой двушке, иногда посматривая на убогий офис снаружи, вот на эти кусты. А когда залезал в телефон, видел там фотки, которые постели моя приятель с гектарных дач под Москвой, под Питером или в Сочи, цветущие сирени, цветущие вишни, ноутбук на пеньке, призывы работать на удаленке, не выходить из дома. Но зато можно было поиздеваться над инстаграмными тетками, которые обычно в это время выкладывали фотки на Мальдивах. Так вот на Мальдивах этих теток в этом году не было. И это было почему-то очень-очень радостно. Врачи при этом боролись за жизни в красных зонах, добровольцы возили старикам продукты, но ведь срач – это гораздо интереснее. Мир стал жестким и простым. Машина, квартира, дача. Три ценности застоя. Вернули свою незатейливую привлекательность. В любой непонятной ситуации покупай гречку и туалетную бумагу. Не высовывайся. Никому не верь. Апрельское вранье про то, что вирус не опаснее гриппа, хлорохин помогает и масками закидаем, смелось осенним враньем. Про то, что все не так и плохо. Мы смотрели на графики, каждый стал статистиком и подвергал сомнению официальные цифры. И, как выяснилось, не напрасно. Но ведь есть и хорошие новости. Например, мы узнали, что в стране существует тысяча добровольцев, которые готовы, рискуя жизнью, идти в красную зону. Каждая кухарка теперь может сдать экзамен по иммунологии. И люди, в общем, делятся на хороших и плохих. Кстати, в моем случае врачи были все как на подбор хорошими. Потому что на войне все проще. Война все очень резко выявляет. А то, что сейчас идет война, никто уже не сомневается. А лучшее средство от ковида – это не врать и по возможности все объяснять. Ну, например, объясните мне, почему в баре можно заразиться коронавирусом после 11 вечера, а в торговом центре до 11 вечера заразиться коронавирусом нельзя. Почему менты сладострастно штрафуют за перчатку, которую весь мир уже признал бесполезной. И если просишь свой народ надеть намордник и сделать укол, вообще сделай это первым.